Когда есть любой поворот сферы, совершенно понятно, что он делается вокруг какого-то вектора. Отлично. У нас есть сфера, так самая, центр. И у нас есть произвольный вектор, некоторый вектор V. Отлично. Отлично. Разумеется, если я хочу, чтобы у меня что-то записывалось через квадронионы, то когда я буду сейчас писать квадронионы, разумно, чтобы векторная часть была бы тот самый вектор V. Потому что, ну как-то логично, если поворот вокруг вектора V, то, наверное, в самый квадронион вектор V тоже должен войти. Отлично. И давайте я сейчас так и сделаю. Я рассмотрю квадронион. Только, ребята, если честно, я уже знаю ответ, который получится. Поэтому давайте я сразу введу обозначение, чтобы у меня все хорошо получилось. Потому что потом менять обозначение по ходу дела, чтобы подделывать их под хороший цвет, будет хуже, чем сразу ввести правильное обозначение. Итак, я введу следующий квадронион. Квадронион такой. Косинус некоторого угла плюс вектор V, который умножен на синус того же самого угла. Объясняю, почему это разумно. Потому что у вектора V имена и сумма квадратных координат. Это единица. Соответственно, если вы выпишите все четыре координаты, то у вас получится у вектора Q такие координаты. Косинус, фи. Дальше у вектора V какие-то там координаты, не знаю, там, ВСД, С синус, фи, Д синус, фи. Очевидно, что когда вы все это взведете в квадрат, у вас получится косинус квадрат фи плюс В квадрат плюс С квадрат плюс Д квадрат, умноженное на синус квадрат фи. Поскольку мы брали так, что вот это была единица, и сумма квадратных координат плюс косинус единица, то, естественно, у нас может быть улетен. Мы с вами рассмотрим следующую форту. Любой вектор пространства мы отобразим в вектор Q, 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 Q в минус первую. Ну, или, если угодно, в данном случае, Q в минус первую, это то же самое, что в курсе четвертой. Я сейчас покажу, что это и есть поворот вокруг вектора V. Оказывается, вот такое простое отображение, объясняю, почему простое, потому что композицию таких отображений считать, это одно удовольствие. Смотрите, у вас есть отображение, которое вектор переводит в Q, Q в минус первую. И у вас есть другое отображение, которое произвольный вектор переводит в какой-то там P, U, P в минус первую. Что будет, если вы сначала сделаете такое, а потом такое? То очень просто. Вертор у вас сначала отобразился в Q, Q в минус первой, а потом отобразился в P, Q, Q, Q в минус первой, и P в минус первой. Ну, это же то же самое, что P, Q в минус первой. То есть умножение отображений, это в точности то же самое, что умножение квадратнионов. Поняли идею? Там были матрицы размером 3 на 3. Что-то довольно такое большое. А здесь просто переложка тренировок, и все. Это на самом деле то же самое, по сути. Но как форму писать, это намного понятнее. Итак, я сейчас должен объяснить, как же вот это преобразование аккуратно записать. А на самом деле очень легко. Только, смотрите, я же любой вектор пространства могу разложить на два вектора. Вектор V это с каким-то коэффициентом взятый вектор V плюс 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 вектор вектор в где мы знаем, что вектор в перпендикулярен чему перпендикулярен? Перпендикулярен вектор V. Так, это разложение, все понимают? Вот у нас есть реальный единичный вектор V и совсем любой вектор. Совсем-совсем любой вектор. Мы берем, опуская из вектора перпендикуляр и вот эту вот штучку обозначение T. Проекцию вектор V назначение T. Соответственно, у нас T. V ну, T. это ремунии T. Соответственно, вот это вектор это T. V, а вот этот вектор это есть доказательный вывод. Отлично. Вот сейчас я должен абсолютно аккуратно выписать ту формул. Ребята, извините, но это нужно сделать просто наоборот, без ошибок. Пишем космос плюс что там? Дальше. В, правильно? Синус Фи. Так. Дальше на что умножить? Умножить на ТВ плюс губль В. И еще на что умножить? На косинус Фи минус В синус Фи. Ну что? С одной стороны, вообще-то восемь словами. С другой стороны, это все не так страшно, потому что мы знаем, что вектор В перпендикулярен вектору губль В. Поэтому это все действительно не так уж и страшно. Поехали. Поехали раскрывать фотоскопы. Эта штука очень четко разбивается на две суммы, что называется, разного характера. В одном случае есть ТВ, а в другом случае есть губль В. Давайте я так напишу. Значит, итак, косинус Фи плюс В синус Фи умножить на ТВ умножить на косинус Фи минус В синус Фи. Господа, смотрите, я, что разница все это на два, вообще не предлагаю вам. И здесь не просто легко, а выше степень. Дело в том, что В умножить на В, это то же самое, что В умножить на В. Вектор сам с собой коммунирует. Поэтому я приспокойненько могу ТВ вынести сюда, и у меня здесь получится любимая формула школьной аллергии. Сумма умножается на разность. И что это будет такое? Это ТВ умножится на... Что такое В умножить на В? Если В это единичный век, а умножение это в смысле квадронионов. Минус... Это минус скалярный квадрат, то есть минус 1. Понимаете? Это из-за того, что И равно минус единице, ЖЖ минус единица, КХ минус единица. Соответственно, вот эта радость минус ВВ. Это просто-напросто плюс 1. А чего равна сумма квадрата 7, если будет в косинусе? Теоретий фагор. Чему она равна? Разница. Единица. Значит, вот это выражение чему равно на самом деле? Получается большая сколько? Большая сколько чему равно? Единица. Ребята, половина работы сделана. Я доказал, что на самом деле здесь получилось ТВ. Действительно половина работы. Я доказал, что вот этот компонент, который вдоль верхнего уровня, не меняется. Сейчас надо разобраться вот с этим выражением. К сожалению, здесь W и W не мутируют. Поэтому я не могу просто так W вынести и так же рассказать. Ничего подобного. Я должен аккуратно перемножать. Поехали. Итак, W умножается на космус квадрат Фи. Пишу. W умножить на космус квадрат Фи. Дальше пойдет. Минус W умножить на В умножить на космус Фи. Так, ребята, пожалуйста, меня проверяйте. В умножить на космус квадрат Фи. Понятия не напишу. Теперь, что такое W умножить на В? Принципулярные вестры. Поэтому у них эскалярное произведение как просто ноль. Значит, вот в этом месте у нас просто идет векторное произведение W и W. Здесь будет 8 и даже sin. Очень хорошо. Здесь W на W то же самое. Скалярное произведение ноль. Так, ребята, для ясности. W на W, поскольку скалярное произведение ноль. Это то же самое, что с минусом, без данного шутболька, потому что вот эти выражения, они как раз на этаположку познавы. Отлично, написал. Теперь здесь немножко хуже. Здесь произведение трех штуков подряд. Поэтому мне придется делать так. Мне придется написать sin, квадрат Фи. Это просто умножить числовые. А дальше считать, что такое W на W. Ну, понятно. Это векторное произведение. И вот его нужно будет как квадриньон умножать на W. Его как квадриньон умножать на самом деле очень легко. Объясняю почему. Потому что векторное произведение, оно же перпендикулярно, и W на W. Это вообще редко перпендикулярно. Значит, на самом деле умножать как квадриньон, это то же самое, что умножать вектор. Отлично. Отлично. Теперь давайте сообразим, что бывает, когда вы вычисляете для двух взаимно-предпендикулярных векторов, причем W единичной длины, такое выражение. Ну, здесь нужно нарисовать картинку, потому что боюсь, что кто-то может без картинки не сообразить. А с картинкой это вообще абсолютно очевидно. Значит, итак, что у нас получается с картинкой? Есть вектор W, есть перпендикулярно его необязательные единичные длины вектор W. Ребята, W умножить на W, это вектор, который перпендикулярен обоим, и длина его, давайте его обозначим как-то. С, давайте его обозначим вектор S, он картинкуляет обоим, и по длине он равен вектору W, потому что W был единичный длины. А вот теперь мы с вами должны перемножить W и S. Так, мы сейчас поведем ее на чистую воду. ТВ, это у нас получили F, плюс W умножить на косинус квадрат Фи минус синус квадрат Фи, и дальше должно было, вот это, между прочим, косинус этого самого, двух Фи, да? И дальше вектор, который перпендикулярен вектору В и W, и это правило, и с коэффициентом, коэффициентом минус синус двух Фи. Минус синус двух Фи, это замечательно, вот некий перпендикулярный вектор должен был быть. Вращение идет от В к W, так, чтобы это было против часовой стрелки. Вращение идет от В к W, да, и вектор стоит так, чтобы он летел нам в глаз, да? Это вращение идет против часовой стрелки или по часовой стрелке? Когда я В умножаю на С, у меня векторное произведение идет сюда, так? Здесь я С умножаю на В. Когда я С умножаю на В, то что получается? В другую сторону. Наоборот. Ну, так и все. У меня просто здесь получился честный вектор W. Векторное произведение В и W. Прендикулярный вредель, это уже как. Отлично. Значит, вот здесь получилось это самое векторное произведение, вектор С. А теперь мы умножаем С на В. И когда умножаете С на В, получаете как раз W. Все. Я зачеркиваю вот в этом месте и пишу здесь просто-напросто вектор W. И обнаруживаю потрясающую формулу. ТВ плюс W косинус двух Фи. Минус вот тот самый вектор, который перпендикулярен векторам. То есть тот самый С. В на В, правда, у меня В на В, то есть на самом деле плюс С косинус. С это векторное произведение. В на В умножить на В, тогда будет с плюсом. И мы получаем замечательную формулу. Дубль В умножить на косинус двух Фи плюс С умножить на синус двух Фи. Где С это вот такой вот вектор. Вы умножаете вектор на косинус, вы прибавляете к нему С умножить на синус. Формула поворота на угол два Фи. Дальше, заметьте, получилась потрясающая штука. Если здесь стоит косинус Фи, я не зря взял, но здесь вот именно косинус и синус. То результат, вот такое вот действие, вот оно здесь у нас было выписано, я уже... А вот оно вот, это косинус Фи плюс В синус. То результат вращения, это двумерная сфера в трехмерном пространстве. Такое преобразование задает вращение вокруг вот этой вот прямой на угол два Фи.